А мне тут подруга школьная отвечала. И вот она долго глядела на мои руки. Потом говорит, Люда, Люда, ты не обижайся. Тебе на руках пора уже делать педикюр. А я не поняла. Руки как руки. Я вообще хочу, чтобы у меня руки выросли такие, как в рекламе. Вот эти загребуки. Вот эти загребуки. Если бы у меня были, вот эти загребуки, да я бы картошку без лопаты копала. Ворочала бы на даче. Как экскаватор ворочала бы. А Елеонора мне говорит, твоя жизнь зря прошла. Что ты видела в жизни, кроме своей вот этой дачи? Ты ничего не видела. Ты всю жизнь сюда в земле, в грязи. Вот это в навозе. Фу. Фукалка. Фукает она. Ну да, ну попахивает она. Ну а как? Это дача. У нас тут соседи, Толик с Верой. Ну они рассказывали. Значит, они говорят, мы в город приехали, ну что, сразу мыться. Ну первым делом мыли Веру. Веру полтора часа мыли. Да. Веру отмыли, оказалось, это Толик. А когда Толика отмыли, оказалось, что это собака, их Шарик. И главное, и главное, что Шарик их два часа вез за рулем до города. Вез. И никто не заметил. Ну а как заметишь? Ну как заметишь, когда Шарик все делал, как Толик. На все машины гавкал. Мне Илья Нура говорит, что ты вот это вот, ты же лохудра лохудрый. Посмотри на себя. Че ты на себя нацепила? А я шо была, то и нацепила. Я же на даче, я вообще, я вообще не заморачиваюсь по поводу одежды. Ну че есть, то надела. Я тут два месяца ходила в халате. Потом вот так вот присмотрелась. О, а это ж мешок с под картошки. Она мне главное говорит, ты больная, ты понимаешь, что ты больная, тебе к доктору надо. Тебе надо лечиться. Тебе надо в медицинской карте написать диагноз дача головного мозга. Да не надо меня лечить. Не надо вот это. У меня вообще на даче ничего не болит. У меня тут такую занозу с ноги вытащили. Это ж мы ею два дня баню топили. Ну люди дорогие, ну можно я вот на секундочку, я стану как я привыкла, а? Я поясницу разгружу вот это. Ой. Ой. Вот так бы стояла, стояла всю жизнь бы вот. Плохо видно, да? Плохо. Ну ладно. Ладно, постою немножко пряменько. А тут я, значит, в город поехала, мне надо было в МФЦ. И я иду по улице, а навстречу мужик. И я, главное, долго на него смотрела. Что-то он идет прямо вот так на меня, прям буром идет на меня. Думаю, может знакомый глядела. Нет. Ну нет. Я его не знаю. Я первый раз вижу. И такой приличный такой мужик, это я знаю, в костюме, в шляпе, чистый такой. И, значит, меня вот это поближе увидал, вот так руки на всю улицу раскинул. Говорит, ой, здравствуйте, не ожидал. Я говорю, стоять. Вот это отойди на полтора метра. Может у тебя ковид, может ты какой больной на голову. Я тебя не знаю, кто ты такой. А он вот так, а потом тихонечко так в себя шляпу, вот это пиджак снял, вот это все вот кинул в лужу, вот это все, извалял в лужи. Вот рези, рези, вот это накидал на себя. Вот это все надел, потом вот пригнулся, говорит, а так не узнаете? Я пригляделась. Ё-моё, Геннадий Петрович. Геннадий Петрович, академик, сосед слева. Вот такой мужик. У меня с ним никогда не было проблем. Не то, что вот с этой вот, зараза такая, у нас вот справа живет Танька. Вот такая змея. Главное, у меня выпросила ведро огурцов. Ну что, я ей на засолку. Я ей огурцы отдала. Она их засолила. А потом мне говорят, она бегает по всем дворам и говорит, что ты плохая хозяйка, ты плохо огурцы поливала. Поэтому у твоих огурцов попки горькие. У моих огурцов горькие попки. Да я ее шматовала, как тузик грелку. От нее клочки летели в разные стороны. Да я ее пять раз укусила за то самое место, которое она оскорбила у моих огурцов. И, между прочим, у Таньки попка тоже вот эта, не сахарная. Промежду нами ее все в деревне называют богамолиха. Вот так прямо зовут. О, пошла Танька богамолиха. Это не потому, что она богу молится. Нет. Нет. Это потому, что Танька каждый год приводит к себе мужика и за сезон его на своей даче ухайдохивает. А не то, что я. Мы с моим уже 20 лет живем. Душа в душу. Он дачу тоже любит. А тут завезся с этими пчелами. Я ему сразу говорила, не надо, соседи будут против. Он говорит, хочу и все. Ну, купил ульи и поставил. И началось. Первая Нина Петровна прискакала. Три дома от нас живет. Вот такой рот раскрыла, кричит. Я сама видела, как ваши вот эти пчелы жрут наш нектар и опыляют ваши пионы. Я их потравлю. Я говорю, циц. А то я твоему сынку жало вырву, потому что он опыляет нашу Маринку. И Леонора мне говорит, да ты ничего в жизни не видала. Ты даже не отдыхала ни разу по-человечию. Я говорю, а как это по-человечию? Она говорит, ну как я, на Багамах отдохнула бы, позагорала. Ну, позагорай вот здесь, хотя бы в грядке. Ложись. Я легла. Я отдыхала. Ой, как хорошо я отдыхала. Долго-долго. Секунд сорок отдыхала. А потом чую уже, рука одна что-то полет у меня. А вторая рука схватила колорадского жука. А нога уже огурцы подвязывает. А вторая нога пальцами нащупала корень и корчует. А как иначе? А тут мне звонок вчера. Я посмотрела. О, школьная подруга. Ну, думаю, понятно. Говорю, Леонора, это ты? Она говорит, нет. Это я. Зинка. Я говорю, а что случилось? Она говорит, санкции на Россию. Ложили. У моего олигарха все счета в Англии заморозили. Денег нет. Не знаю, как мы будем жить. Жрать нечего. У меня даже губы. Даже губы нечем подкачать. Не за что. У меня висли, ниже пупка висят. А собака плачет трубку. Я говорю, все, прекращай реветь. Не думай о плохом. Про вот эти губы вообще не думай. У нас пчелы есть. И с голоду вы не помрете. Рядом с нами участок продают хороший, шесть соток. Представляешь, Зинка, шесть соток. Ты представляешь, сколько там можно рядок наделать, картохи насажать, а? Ну, берете. Стоит недорого. Один розовый Порше. Она говорит, берем. Я говорю, слава Богу. Вот сейчас побегу договариваться.